МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Топ-темой сегодняшнего дня стали последние события, которые произошли в Одессе накануне. Их результатом стали 46 погибших, 204 человека. Это по последним данным, они постоянно обновляются. 214 человек ранены, 130 человек удалось в ходе беспорядков задержать. И уже уволен со своей должности начальник областной милиции Петр Лутюк. Я знаю, что в связи с последними событиями вы сегодня находитесь в Одессе. Вот ваш комментарий хочется услышать по всему этому. И что вообще, какую информацию удалось вам выяснить за это время? Вы знаете, тяжелейшие события. Погибли люди, причем такими страшными смертями, заживо сгорели практически. И то, что сегодня здесь будет достаточно много политиков, всех, это будет, но тут самое главное – выводы делать. Делать выводы в стране. То, что понимаю я. Практически идет такая сознательная дестабилизация ситуации. Скорее всего, прежде всего, связаны с выборами президента. И явно есть силы и внутри страны, и вне страны, которые занимаются этой дестабилизацией. Я считаю, все-таки, что выборы президента должны пройти. И являюсь сторонником этих выборов. Почему? Потому что, практически, если не пройдут выборы президента, власть останется та же. Просто не сменится власть. Я считаю, та власть, которая сегодня есть, она неэффективна, и я большой сторонник того, чтобы эту власть убирать. Она неэффективна ни в политике, ни в экономике. Как вы считаете, выборы состоятся 25 мая? Они состоятся? Я считаю, что выборы должны состояться. Но если будет вот такая дестабилизация ситуации, если народ не будет умнее, мудрее политиков, если народ сам не стабилизирует ее, прежде всего тем, что не будет нагнетать ситуацию, не будет слушать радикалов ни с одной, ни с другой стороны, то выборы состоятся. Если удастся раскачивать ситуацию левым-правым, конечно, тогда выборы могут быть сорваны. Но вот горожане, наши горожане, просто шокированы происходящим. Одесса знала много горя. Но такого, мне кажется, не видела давно. Вот как должны себя вести одесситы? Как реагировать? Вы знаете, я понимаю, что эмоций тут огромное количество. И такого негатива, наверное, на голову у одесситов действительно давно не сваливалось. Ну вот у меня у доверенного лица вчера погиб родной сын. Это просто. Что сказать человеку можно в такой ситуации? Я думаю, я считаю, что, во-первых, очень важно, чтобы моральные авторитеты, пусть даже не политики самые главные здесь будут, пусть моральные авторитеты, это интеллигенция научная, интеллигенция техническая, это верующие люди, пусть высказываются и просят просто воздержаться от какой-то мести и от нагнетания ситуации. Я считаю, что любые сейчас массовые какие-то акции, которые будут проходить под самыми, под самыми благими намерениями, надо ждать провокаций, и их точно будут все делать для того, чтобы спровоцировать. Идет сценарий, идет сценарий тех людей, которым плевать на человеческие жизни, которым плевать на то, что сегодня происходит в этих семьях, которые потеряли своих родных, близких, эти люди ни перед чем не останавливаются. Поэтому я считаю, что если можно воздержаться от каких-то массовых мероприятий, надо воздержаться, не слушать радикалов, и те, и те будут показывать, и с горячностью будут доказывать, что они правы, пусть они будут правы для своей какой-то части людей, но не поддаваться сегодня... Вы считаете, кровопролитие возможно остановить, даже если у нас поменяется власть? Я считаю, что то, что власть должна была делать в самом начале... Знаете, я просто логики не понимаю. Я нормальный человек, я могу трезво оценить события. Есть люди на востоке, есть люди на юге страны, которые хотят жить в стране, своей родной Украине, но у которых есть свое видение того, куда должна идти эта страна. Я не понимаю, почему этих людей нельзя услышать, я не понимаю, почему нельзя сделать несколько шагов навстречу этим людям. Причем я не требую каких-то радикальных шагов, которые все в этой стране, что называется, с ног на голову поставят. Вы сейчас о чем конкретно говорите? Я говорю, о чем говорят люди. Люди говорят, дайте больше самоуправления, дайте больше ответственности, дайте больше денег. Люди говорят, мы хотим увидеть определенные шаги по отношению к русскому языку. Люди говорят, добавьте людей, которые находятся во власти тех, которые нас услышат и так далее. Люди говорят, боритесь с коррупцией. Люди говорят, дайте возможность зарабатывать малому-среднему бизнесу. Практически по всем направлениям, о которых они говорят, это крик. Понимаете? Почему их не слышат, если уже кричат? А вот почему? Потому что у меня начинают, вы знаете, напрашиваться определенные выводы, что власть, которая бездействует практически, она не слышит людей и ничего не делает, но она и ничего не делает по отношению к тем радикалам, которые находятся и с одной, и с другой стороны. Ну то есть власть своими бездействиями или действиями, что называется, постфактум, просто сама нагнетает ситуацию. Поэтому я большой сторонник выборов, потому что эта власть сегодня уже, видно, ни с чем не справится. Ну мы знаем, да, кто лидирует в предвыборной гонке. И вот в том случае, если кресло президента займет Петр Порошенко, либо Юлия Тимошенко, что изменится? Вы считаете, что пророссийский сценарий, если он и есть, да, он не повторится? Мне кажется, что, конечно, вот это внешнее вмешательство сегодня страшно вредит нам. Я не говорю только о России, я говорю и о вмешательстве со стороны Европейского Союза и Соединенных Штатов и так далее. Вот сегодня всем бы, вот кто находится вне, поменьше нам советовать и побольше помогать реальными вещами. Вот сегодня явно экономика валится, помогите дешевыми кредитами, помогите новыми рынками сбыта, причем нам нужны рынки сбыта и в Европе, и нужны в России. Помогите дешевым газом, помогите какими-то советами и, может быть, поддержкой технической для того, чтобы правильно организовать работу или армию Министерства внутренних дел, которые сегодня явно дезориентированы и совершенно не соответствуют тому, что надо. Но вот вчерашний случай, тысячи фанатов заявляли заранее, что будет проход. При такой ситуации или надо было уговаривать, чтобы вообще этого не было, или уже сопровождать, сопровождать и не допускать провокации. Этот город весь должен был наполнить силовиками, и они должны были готовы к самому худшему варианту, какой такому может быть. А вот станете президентом вы, с чего начнете, как стабилизируете ситуацию? Вы знаете, надо все-таки стараться максимально объединять людей. Самое главное это. Каким образом это возможно? Слышать. Мы большая страна. Мы огромная страна. Мы самые большие в Европе. У нас огромное население. Понимаете, страна формировалась совершенно по-разному. Кто-то исторически имеет одни взгляды, кто-то исторически имеет другие взгляды. Если мы не будем слышать и с уважением относиться к тем людям, которые имеют пусть разные взгляды на какие-то другие вещи, есть только один выбор политический. Прийти, проголосовать. Как только начинает руководить улица политикой, все, горе. Другого варианта у нас нет. Поэтому слышать, вплоть до того, садить за один стол именно моральных авторитетов одной позиции, второй позиции, делать это публично, стараться, чтобы эти моральные авторитеты ехали в противоположные регионы, рассказывали, доказывали, объясняли свою позицию. Сегодня этим практически никто не занимается. Это одно и второе. Ищите темы, которые объединяют. Понимаете, я занимаюсь и занимался предметно, старался обучиться экономике. Я понимаю, что у нас сегодня происходит. У нас через 2-3 месяца просто будет гуманитарная катастрофа. У нас рынки закрываются, у нас безработица начинает галлопировать. Все хотят хорошей зарплаты, все хотят достойной пенсии, все хотят иметь возможность накормить детей, обучить детей. Понимаете, я не понимаю, на что мы надеемся. Вот борьба с коррупцией, все хотят этого, всех достало, что называется, по горло, все сыты тем, что проходило в стране. В нашем государстве реально искоренить? Ну не искоренить, уменьшить на 20%. Послушайте, я вот три раза ездил в Грузию, и сто раз об этом говорю. Даже в свое время там больше ста человек из Одессы мы привезли туда. А Грузии не говорят, Грузии просто сделали, понимаете? А у нас столько лет говорят и говорят об этом. Дело в том, что я хочу сказать только одно. Там была коррупция сильнее нашего. Там для того, чтобы приехать 300 километров от Тбилиси к морю, 70 раз останавливали гаишники через каждые 3-4 километра. Поэтому у нас еще не самая худшая ситуация из того, что было. Но сегодня уже терпеть это просто никто не может. Я имею в виду в плане коррупции. Я просто знаю, с чего Саакашвили начал. Саакашвили собрал свою команду после победы и предупредил, что буду бить своих прежде всего. Вот чего не произошло сегодня. Да, Майдан был тоже сотня погибших людей. Сегодня никого ничего не останавливает, ничего не изменилось. Та же коррупция, те же проблемы. Никто не думает о том, как помочь малому бизнесу, чтобы была нормальная возможность заработать. Вот это нас объединить может. Переключайте тему, переключайтесь на борьбу с коррупцией, переключайтесь на инвестиционный климат прежде всего. Поэтому искать компромиссы, слышать одного и переключаться на другие темы, которые нас объединяют. Потому что если мы остановимся на этих вещах, которые нас разъединяют, все, это качели, которые ни к чему не приведут. Наша телекомпания проводила свой опрос. Буквально недавно мы задали горожанам один вопрос. Что может объединить жителей Запада и Востока? И наиболее вероятный ответ, который, скажем, действительно может приблизить к сближению, человек сказал, что поднятие экономики. Только поднятием экономики можно объединить народ. Как поднять экономику? Мы точно, если мы будем только говорить о гуманитарных вопросах, понимаете, я свой пример. Отец, скоро 9 мая, отец вернулся 20-летним парнем, инвалидом второй группы. Как мне относиться к этому празднику? Понятно как. Я буду вспоминать о нем и о его подвиге. Но с другой стороны, та же западная Украина, там куча, каждая семья практически имеет обратную историю. Переубедить, когда за этим стоят смерти, когда за этим стоят родные, близкие, отцы, деды, нам не удастся. Экономику все понятно. Извините, с экономикой ничего нового не будет. Делайте инвестиционный климат лучше. Ничего не делается на сегодняшний момент. Раз, позиция. Второе. Когда кризис приходит, налоги не поднимают, а снижают. Два позиция. Третье. Насыщайте экономику, хотя бы по определенным вертикалям, я имею в виду, прежде всего, госпредприятия, насыщайте экономику деньгами. Максимально. Так, чтобы с экономики деньги просто капали. Чтобы был дешевый ресурс, который бы насытил, потому что не вложив, ничего не получим. Не режьте социальные стандарты. Социальные стандарты гробят рынок внутренний, а это происходит на фоне потери внешнего рынка, прежде всего, российского и тот же Юго-Восток сегодня ощущает это очень сильно. Я куда ни приеду, везде предприятия, которые говорят 60% экспорт в Россию. Вот, буквально 4-5 позиций, которые надо делать. Все. Борьба с коррупцией – это приоритет номер один. Любые вещи, которые вы будете делать в стране, если вы не начнете с борьбы с коррупцией, все будет нивелировано, ничего не придет. Можно поднять украинскую экономику без привлечения иностранных средств? Я имею в виду кредитов от МВФ, Америки и так далее. Что касается поднять экономику без инвестиций, невозможно. Невозможно. А как отдавать? Я говорю о инвестициях. Я сейчас говорю про кредиты. Вы говорите о займах. Я говорю о займах, да. Инвестиции нужны внутри. Куча людей имеют средств, боятся сегодня даже проинвестировать. Это показывают все. Сколько у нас накоплений сегодня есть, это все находится в неиспользованном варианте. Просто люди боятся. В такой ситуации кто будет вкладывать деньги? Сегодня у вас гостиницы пустые, сегодня рестораны пустые, сегодня все работает в убыток. Вторая позиция – внешние инвесторы. Конечно, это тоже очень важно. Кредиты. Почему сегодня кредиты нужны? Почему сегодня кредиты важны? Потому что хотя бы как-то перебиваться в этой ситуации. Но если перебиваться и ничего не менять, я имею в виду даже тот же инвестиционный климат, борьбу с коррупцией, это путь никуда. Просто наращивание внешнего долга. Может реально просто научиться жить без кредитов? Вы знаете, это можно делать, но когда правительство планирует минус 3% ВВП по этому году, когда правительство планирует 16% роста, когда правительство заморозило социальные стандарты на уровне декабря 2013 года, это минимальная пенсия, минимальная заработная плата, к которой привязано все, все абсолютно все социальные выплаты привязаны к этим двум показателям, то тогда или дефолт, и тогда от страны все тоже шарахаются, потому что страна не может обслужить долги, никто сюда не будет инвестировать, или перекредитоваться, хотя бы перекредитоваться по заниженным ставкам для того, чтобы обслужить этот кредит. Когда вы создали условия, когда начинается экономический рост, вот тогда приходит время отдавать кредиты и жить без кредита. Вот, если я не ошибаюсь, на днях Украина получила кредит от МВФ, по-моему, он равен 17 миллиардам долларов, что требует МВФ взамен. Плюс два года пенсионного возраста добавляется мужчинам, три года женщинам, 50% требует поднять налоги, 50% убрать льготы, вплоть до роженец. Вот как считаете, страна будет жить после такого? И она имеет вообще свет в конце тоннеля? Я, то, что видел я по требованиям МВФ, были жесткие требования по сокращению дефицита бюджета, но что сокращать, МВФ никогда вам не рекомендует. Вы сами должны определиться, не платить женщинам, условно говоря, содержание до трех лет вместе с ребенком, или сократить контролирующие организации. Если вы показываете, что вы сокращаете контролирующие организации, это дает тот же экономический эффект для бюджета, МВФ такие вещи глотает. Глотает. На какие-то вещи вы не должны идти. Я считаю, что поднимать тарифы перед тем, когда вы не продумали, а как вы защитите самых бедных, а эти тарифы ударят, и уже начиная с 1 мая бить по приблизительно 4,5 миллионов семей, это путь в никуда. Я говорю, это греческий вариант. Я знаю, что такое. Греки 6 лет идут вот этим путем, о котором вы говорите. В прошлый год они закончили 27,5% безработицы и минус 4% ВВП. Это путь в никуда. На тарифы не шли, понимая, понимая, к чему это приведет. Поэтому МВФ сегодня дает очень-очень тяжелые деньги. Но, вы знаете, правительству могли бы, может быть, и это стерпеть, если бы видели, что идет совершенно искренняя работа по тому, что идет борьба с коррупцией и что власть искренне заботится о том, чтобы улучшить ситуацию. Сегодня этого нет. Сегодня, вы знаете, я вот сегодня даже знаю, что у вас ни одного не назначена, по-моему, главы районной администрации все исполняющие обязанности. У нас даже и исполняющие обязанности городского головы. Два месяца. Понимаете, исполняющие обязанности городского головы это вы выбираете, а главы районов назначаются. Это то, что делается сегодня на сегодня. Сегодня, если ты хочешь одного убрать, то назначь завтра, кто будет решать вопросы. Сегодня практически обезглавлена область, и мы чего-то ждем. Потому что идиотские подходы с этой иллюстрацией, вместо того, чтобы разобраться, честный человек, нормальный профессионал, и оставить его и сказать, служи, потому что ты служишь не властью, ты служишь людям конкретно. Сколько же времени на это все уйдет, чтобы разбираться? Вот нормальный профессионал, честный человек, вот сколько времени? Сутки, потому что если вы кого-то уже назначаете, это значит, кому-то вы уже должны доверять. Этот человек должен прийти, разобраться, разобраться, принять людей, получить информацию, что нет органов, которые понимают, это вор или нет, и так далее. Сегодня, понимаете, власть просто расслаблена в каком-то режиме находится. Сегодня, когда каждый день надо говорить какую-то положительную новость по инвестиционному климату, когда каждый день надо показывать, что власть просто рубит коррупционеров, что называется, головы должны летать. Сегодня совершенно какая-то такая успокоенная ситуация, и все как-то настроены совершенно по-другому. А может нам все-таки законодательную базу усовершенствовать, принять соответствующие законы, чтобы люди боялись воровать? Знаете, вот опять, почему я возил больше ста человек с коллегами, мы ездили в Грузию. Потому что сегодня не, извините, пугалки эти работают. Сегодня работает везде действие. Приезжал, видел, что идет коррупция, предупреждал, не срабатывало, через месяц снимали весь орган, что называется. ГАИ полностью распустился. Санэпидемстанцию я приехал первый раз, пять лет уже не работала. На таможню приезжал, говорит, бизнес говорит, что вы занимаетесь коррупцией. Всем спасибо, до свидания. Поэтому сегодня никто близко ничего такого не делает. Они пережили одну власть, сегодня спокойно уживается с другой властью, никого не снимают, все в порядке. Я хочу все же вернуться к теме одесской трагедии. Вот вы прибыли в наш город первым делом. Куда отправились? Вы знаете, отправился в больницу, сдал кровь для того, чтобы, знаете, хоть опять каким-то маленьким действием как-то проявить солидарность к жителям. Потому что все наши разговоры, политиков, к сожалению, мало чего стоят, потому что то, что происходит в стране, сегодня, конечно, пугает. Поехал, посмотрел, что происходит в больницах. Слава Богу, более-менее есть лекарства и везде стоят очереди по сдаче крови. Люди откликаются на беду. Вам удалось пообщаться с руководством Одесской милиции? Одесской милиции нет, потому что ее убрали. Приехал первый вице-премьер министр. Я переговорил с ним, переговорил с губернатором, просил об одном. Сегодня опять люди собираются на Куликовом поле и там милиция начала себя вести с утра жестко. Я просил, чтобы этого не было, потому что и так люди заведенные. Максимально спокойно сейчас надо вести себе власти, для того, чтобы как-то люди чуть-чуть успокоились. Как вы работу Одесской милиции оцениваете вчера? Знаете, я считаю, что очень серьезно виновата руководство. Причем здесь рядовые люди, которые подчиняются и так далее, говорили заранее о том, что будут фанаты. Говорили заранее, все знали об этом, что будет марш. Понимали, какие настроения у этих людей, понимали, что возможны провокации. Я говорю, город должен был быть насыщен, если надо, может быть, даже силовиками из других областей дополнительно, для того, чтобы сопровождать это все, для того, чтобы не допустить таких событий. Я считаю, что руководство просто похабно отнеслось к этому, совершенно недооценив тех рисков, которые, к сожалению, состоялись. Как считаете, повториться в нашем городе такое может? Нам стоит такого опасаться? Знаете, если сами люди не остановятся, если сами люди не постараются как-то себя сдерживать, более спокойно относиться к инакомыслящим, к другим людям, которые имеют свое мнение, свою точку зрения, вы знаете, все может быть очень плохо. Мы реально ситуацию, есть люди, которые внутри ее расшатывают, есть люди, которые заинтересованы извне. Если не реагировать на это, до чего это может довести, даже страшно представить. Но согласны, что одесситы другие, что вчера все-таки в этой толпе большинство было не одесситов? Я уверен, что вы знаете, одесситы другие, и во всех регионах люди совершенно спокойные и нормальные. Да не будут одесситы разрушать свой город. Да, но когда начинают раскачивать, начинают искать какие-то противоречия, начинают гипертрофировать эти противоречия, когда приезжает кто-то извне, который привносит какую-то злость, злобу, ненависть, а вчера это практически было зверство, зверство, то удержать ситуацию, вы знаете, в самом спокойном регионе будет очень сложно. все же взять и перекрыть границу, это выход, сказать, вот пока не наладится ситуация в стране, мы для всех закрыты, это выход, такой возможно. К сожалению, думаю, что сделать это будет очень сложно, во-первых, потому что граница дырявая, и для того, чтобы заниматься такими, скажем, провокациями, это десятки, сотни людей достаточно, то есть, к сожалению, сегодня, я думаю, все-таки ситуация в другом, есть силовые министерства, ведомства, они должны прежде всего работать, они должны работать с зачинщиками, это раз, второе, власть сегодня, если посмотреть на то, как власть реагировала на те абсолютно нормальные просьбы, которые выдвигали, скажем, в том же Донецке, в том же Луганске, в самом начале люди, которые абсолютно не думали о каком-то сепаратизме, а никак, понимаете, только язык ультиматумов, ничего конструктивного, сегодня на пальцах нечего, вот на одной руке вы не наберете действий, решений, которые бы пошли навстречу, я не говорю, понимаете, я не говорю о федерализме, я сам против этого, сам против этого, потому что я знаю, что это беда будет для людей, потому что достаточно будет одного вора, который придет, наворует, обвинит опять кого-то в чем-то, и это будет сценарий, который может быть очень жестким, но в то же время четко показать, что мы, условно говоря, мы, Светланы Фабриканов, внесли закон о местном референдуме, как дополнение к закону о референдуме, почему этого не было сделано, полтора месяца, больше, два месяца он там находится, пылится в Верховном Совете, закрыть больницу, вырубить деревья в парке, закрыть школу, отозвать депутата, простые вещи, простые вещи, но при этом можно было бы прийти и сказать, мы это сделали для вас, навстречу, для того, чтобы вы не обвиняли Киев, для того, чтобы вы сами влияли на свою ситуацию, внес нормальный закон о контроле местной власти, где четко написано, нету, нету Следственной комиссии общественности, чтобы она могла сделать из грамотных людей местных и разобраться, что происходит в экономике, как происходят такие же слушания, чтобы были общественные, чтобы общественность могла на это влиять, то же самое, простые вещи, никакие-то радикальные, ничего не сделано, если вы не делаете, если вы глухи к людям, конечно, легко приходить двум, трем, которые начинают это все будоражить, и все, никто не занимается вот такой идеологией, нормальной идеологией, которая бы стабилизировалась ситуация. Вчера было применено в городе огнестрельное оружие, уже не так страшно, что разобрали эту брусчатку или сожгли здание Дом профсоюзов, вот огнестрельное оружие, каким образом, во-первых, узнать правду, откуда появилось это оружие, его дальнейшая судьба, изъяли это оружие, страх, страх у людей, как успокоить людей? Да, к сожалению, я вот был в двух больницах, и в обоих больницах лежат молодые ребята, один в очень тяжелом состоянии, с огнестрельными ранениями. И сценарий такой же, чисто провокативный, который был очень похож на то, что было в Киеве, когда, знаете, чтобы завести просто людей, просто начали стрелять, и откуда-то, непонятно откуда, и так далее. Власть, к сожалению, и там точки не поставила, потому что все эти разговоры практически ничем не закончились. Общественность не понимает, кто это сделал. Я думаю, что и здесь, на сегодняшний момент, в Одессе, никто сегодня не понимает, кто стрелял, откуда стреляли. Но я еще раз могу сказать, любое массовое сейчас мероприятие будут стараться делать провокации. Кто это может быть? Даже трудно себе представить, но сегодня надо по максимуму воздержаться от каких-то таких массовых акций. Какое отношение врачей к раненым? Как за ними, какой за ними уход? Вы все это видели? Это там все на самом высоком уровне. Вчера ночью я переговорил с главными врачами больницей. Ночью съехались весь медперсонал, ночью люди начали звонить для того, чтобы сдать кровь. Ночью приезжали люди, говорят, мы живыми деньгами готовы заплатить за что хотите, скажите любые лекарства, мы сейчас привезем. То есть в этом отношении Одесса очень правильно, такой сердобольный город. Минута у нас в нашем распоряжении. вот успокоить одесситов. Я думаю, что вы найдете что сказать. Знаете, я очень с большой любовью отношусь к одесситам и я знаю немножко историю Одессы. С 905 года, не считая войны, ничего не было вот на таком страшном уровне. Я очень хочу, чтобы в Одессе было спокойствие. Вот давайте терпимо отнесемся к нашим людям, возможно, даже к каким-то оппонентам. Давайте по-божески просто чуть-чуть успокоимся. Я даже не знаю, что говорить. То, что произошло, это просто страшные вещи. Давайте не повторять этого. Каждый хоть шаг навстречу сделает друг другу и это мы остановим вместе. Хочу прямо сейчас присоединиться к вашим словам, пожать вам руку и будем надеяться, что не только в нашем городе и в нашей стране обоцарит мир и спокойствие. Мир и спокойствие желаем всем вам мы живи и процветай наш милый край. До встречи в эфире. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова